Здравствуйте! Сегодня пойдет речь о необходимой обработке винограда перед цветением от болезней и вредителей. Вот так выглядит виноград перед цветением, который начнется в ближайшее время, где-то через 4-7 дней. Это ранние сорта, а поздние сорта чуть попозже. Вот видим соцветие какое. Ближе глянем, как вылетит наш виноград. Вот видим в какой соцветии, но он еще не цветет. Обрабатывать будем системниками. Прежде всего это от оидиума и мельди. Эти болезни больше всего распространяются в влажной среде и вообще эти болезни они хорошо приживаются на виноградных кустах. Вот так выглядит болезнь оидиума на листочках, словно кто-то посыпал мукой их. А так эта болезнь проявляется на лозах винограда такими небольшими бляшками. Если мы своевременно не обработали виноград перед цветением, то в дальнейшем эти споры заносятся в плоды будущего урожая во время цветения и поедают его. Вот так выглядят ягоды винограда, зараженные спорами оидиума. Урожай можно не ждать после внедрения такой болезни. Мельдию поражение лоз винограда не так опасно, как оидиумом. Мельдь садится на листья винограда и высасывает соки его. Вот так поражаются листья винограда мельдию. Это внешняя сторона, а так выглядит внутренняя сторона листика винограда. Тоже ничего хорошего здесь нет. Какими препаратами делать обработку винограда перед цветением? Я обрабатываю виноград фунгицидом ридамилголд плюс фундазол и окарицидом окарин. Все это в отдельной посуде разводим и вливаем в одну емкость. Все эти препараты совместимы между собой. Таблица совместимости пестицидов и от каких грибковых заболеваний необходимо применять препараты и как разводить их совмещая баковой смеси. Смотрим видео на эту тему на моем канале. Там подробно изложено описание на эту тему. Первым добавляется фунгицид, затем инсектицид, затем какой-либо активатор роста для защиты растения от стресса. Обработка химикатами это всегда стресс и торможение его роста. Затем удобрения можно, разные гуматы или что-то подобное. А затем можно и прилипатель. Можно обычно жидкое мыло. Можно и хозяйство мыло настрогать и развести его и этим тоже хорошо будет прилипаться к лицам винограда. Наша разведенная жидкость данного препарата. Не забывайте чередовать препарат при следующих обработках. Нельзя использовать один и тот же состав подряд. Ну и не забывайте про свою защиту перчатки, респиратор и то есть прочее. Вот такие необходимые работы по обработке винограда перед цветением необходимо произвести нам. Возможно это видео будет полезным для начинающих виноградарей. Кто желает получать известие о добавленных мной новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю правильном подходе по защите винограда от болезней и получения богатых урожаев от него. До свидания.